Один за один, три земли Мидер-Эрфа умерли к силе Рима. Но есть некоторые, которые resisted. И продолжать годы. Действие фильмов Питера Джексона происходит во время Третьей Эпохи Средиземья. Этот период начался после того, как Саурон потерпел поражение от последнего союза эльфов и людей, что показано в прологе «Братство Кольца». Третья Эпоха закончилась с его окончательным поражением и уходом носителей кольца из Средиземья. Однако действие Колец Власти происходит раньше, во Вторую Эпоху, а она началась с падения Моргота и возвышения его подручного Саурона и отмечена появлением Кованых Колец. В конце концов, Моргот будет победителем, но не до того, как и много срока, потому что его орки были распространены в каждом округе Средиземья. Летнюю историю эта хронология была сжата, чтобы создать непрерывное повествование. Номер 9. Саурон Когда вы слышите имя Саурон, первое, что приходит на ум, это огненное око, изображенное в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». В прологе «Братство» мы также видим Саурона в доспехах, он возвышается над своими врагами. Похожий облик у него и в первом эпизоде «Колец Власти». Однако после поражения Моргота Саурон как бы исчезает. Как описывается в книгах, вернувшись, он еще не злой на вид, вовлекает эльфов в свои махинации, обманом заставляя их ковать кольца власти. Это означает, что в сериале он предстанет в совершенно ином обличии. Номер 8. Отношения между эльфами, людьми и гномами В фильмах Питера Джексона эльфы в основном держатся в стороне и готовятся покинуть Средиземье и отправиться в Валенар. В кольцах власти они все еще властвуют и между эльфами и людьми царит напряженность. Недоверие эльфов уходит корнями в войну с Морготом, в которой многие люди с Востока и Юга встали на сторону врага. Естественно, люди возмущены тем, что их рисуют той же краской, что и их предков. Отношения между Леголасом и Гимлей во «Властелине колец» также говорят о том, что эльфы и гномы обычно не ладят друг с другом. Хотя в кольцах власти настороженность все еще присутствует, дружба Элронда и принца Дурина IV создает мост между их расами. Номер 7. Исходный материал Питер Джексон адаптировал и «Хоббит», и «Властелин колец», но в первом случае он допустил заметные творческие вольности. В то время как обе книги содержат детальное повествование, другие произведения Толкиена — «Сильмариллион» и «Неоконченные сказания» — скорее сборники рассказов с почти библейским оттенком. Некоторые из этих материалов попали в дополнение к «Властелину колец». Не имея возможности приобрести права на «Сильмариллион», «Амазон» создал «Кольца власти» на основе этих дополнений. Между основными событиями есть много пробелов. Сценаристы заполнили их более-менее оригинальным сюжетом. Вы можете заметить, что производственный дизайн очень схож с фильмами. Отчасти это заслуга легендарного иллюстратора Джона Хоу, который был концептуальным дизайнером и фильмов, и сериала. Возвращайся к «Властелину колец»! Ты не сможешь перейти! Вокруг каста в «Кольца власти» выхлоп Батхерта был как у горы погибели. Многие считают, что Толкин хотел создать мифологию для Англии, хотя это не цитата из Толкина, а лишь намек в его письмах. В фильмах «Властелин колец» представлены различные фэнтезийные расы. Люди, эльфы, гномы, хоббиты и волшебники. И все они белые. А цветные актеры изображают орков. Так же. Ты должен быть в «Властелине колеца». Правда. Где мы идем? Но после выхода сериала видосы с теориями «Могут ли эльфы быть черными» или «Это ересь безбожная» заполонили Ютуб. В трилогии Джексона есть несколько замечательных женских персонажей. Три. Но в основном это история о мужчинах. В «Кольцах власти» все меняется, заметных женских персонажей становится больше. Другой вопрос, насколько качественно они проработаны. И ответ на этот вопрос – как ты смеешь такое спрашивать, проклятый сексист? Номер пять. Кхазад-Дум. Мория. Во «Властелине колец» братство входит в «Морийские копии», название которых означает «Черная яма». Когда-то это было великое гномское королевство Кхазад-Дум, пока гномы не разбудили Балрога и не были вынуждены покинуть свой город. Гимли рассчитывает на радушный прием своего кузена Балина, который отважился отвоевать залы и вернуть им былую славу. Друмцы. Друмцы в глубине. Но войдя внутрь, братство находит там лишь ужас и смерть. В «Кольцах власти» мы видим Кхазад-Дум во всем его великолепии, на пике славы. С ревущими водопадами, работающими шахтами, мерцающими огнями и пышной зеленью. Это совсем другое место, чем то, где Балин встретил свою смерть. Номер четыре. «Волшебники». Гэндальф – один из самых знаковых персонажей «Хоббита» и «Властелина колец», сыгравший ключевую роль в «Войне кольца». Среди других волшебников Третьей Эпохи – их коррумпированный лидер Саруман и Радагаст. Эти волшебники, также называемые Истари, относятся к Майер, Божественным Духом. Толкин описывал их как прибывших в Средиземье во время Третьей Эпохи. Однако в более поздних работах он предположил, что двое Истари, которых называли «синими волшебниками», прибыли во Вторую Эпоху. В «Кольцах власти» чужак, которого играет актер Дэниел Вейман, кажется одним из Майер, и хотя сериал пытался убедить нас, что это Саурон, мы подозреваем, что это слишком рано прибывший Гэндальф. Номер три. Галадриэль. Галадриэль. Не темно, но красиво и ужасно, как бог. Делай сам Легко! Лишь несколько персонажей из фильмов Питера Джексона появляются и в «Кольцах власти». Роберт Ромайо играет более молодого и менее циничного Элронда, заменив Хьюга Уивинга, а Галадриэль преобразилась еще больше. И ты сейчас, командир Центральных армией, Святой Версей. Я предупреждал, что вы пришли к Кейт Бланшетт. Я предупреждал, что вы пришли к Кейт Бланшетт, но ее галадриль, которая моложе на 5000 лет, более несовершенна, импульсивна и менее отстранена от мира, хотя зрителей она люто бесит. В начале фильмов Питера Джексона люди Запада живут в основном в землях Рохана и Гондора. Роханом правит король Теоден, а Гондор находится под защитой рода наместников. Истинный король Арагорн родом из Нуменора, но вернет трон лишь в самом конце. В кольцах власти Рохан и Гондор еще не основаны. Предки Арагорна все еще живут на острове Нуменор, который мы наконец-то увидели на экране, но которому предстоит драматическое крушение. В южных землях Мордор еще не создан. Земля все еще зеленая, ее населяют люди и за ней присматривают эльфы. Но орки начинают наступать. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Хоббиты и Махноноги. Номер один. Хоббиты. Хоббиты живут и фармливуты в четыре фармированиях Шайера за много десятилетия лет. Они очень довольны, чтобы игнорировать и быть игнорированы в мире больших народов. Люди Средиземья — не единственная раса, которая перемещалась по карте. К моменту начала действия фильмов Питера Джексона эльфы построили Ривенделл, гномы покинули Кхазаддум, а хоббиты поселились в шире и окрестных землях. Хоббиты традиционно считаются народом, не склонным к приключениям, но их предки прошли немалый путь с той стороны Мглистых гор. Они делились на мохноногов, светлоликов и крепышей, но черты мохноногов стали преобладать. Их описывают как более смуглых и безбородых. Согласно Толкину, мохноноги первыми достигли Эриадора — земли, где был основан Шир. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, зацените другие ролики на канале и не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова